Сразу скажу, что я смотрю её канал там, где меньше подписчиков. Я не смотрю канал, где 200 тысяч, а смотрю её маленький канал. Хотя видео она дублирует, но некоторые не повторяет. Ну и, слушайте, это что-то с чем-то, особенно если почитать комментарии. Хотя она их чистит, потому что там один негатив, просто сплошной негатив. Иногда заходишь на канал Судаковой просто почитать комментарии, и уже не нужно смотреть видео. Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Инна Судакова. Продолжаем обсуждать, рассуждать над её видеороликами. Ну, я уже говорила, что это дамочка такая с завышенной прямо самооценкой, которая считает, что её все любят, и что все должны её приглашать в ресторан, наливать, ублажать, дарить подарки. А кто это не делает, значит, не имеет права даже с ней поговорить. Да, это Инна, да. Она звезда прям Ютуба. Она популярная личность, медийная личность. Да, она такая. Ну, и, значит, видеоролик начался с того, что она там проснулась, собирается выпить чашечку кофе, ну, и начинает рассказывать, что всё-таки она права, потому что ей сказали, что как же так, Инна, что это за слово такое всхлопнуло. Она всхлопнула, это значит, она встряхнула постельное бельё, на котором собирается пыль. Ну, я не знаю, что у неё там собирается пыль. Если, конечно, она эту постель годами не стирает, то может собраться и пыль. Ну, или не подметает, не убирает в квартире. Ну, хотя я не знаю, что там в Турции. Может быть, там так пыльно и грязно, что вся пыль в квартире оседает прямо тут же на постель. Ну, в общем, она когда сказала, что всхлопнула, посыпались комментарии, что это за слова, что это за выражение, встряхнула, вытряхнула, но никак не всхлопнула. Ну, и она пытается объяснить, что что тут такого? Вы так не делаете? Сначала вы так не говорите, а вы так не делаете. Ну, нет, мы не всхлопываем точно. Но мы встряхиваем, вытряхиваем, но никак не всхлопываем, значит. И она решила показать свой ум, блеснула умом, что это урок домоводства пятого класса. То бишь Инна решила открыть урок домоводства пятого класса и поучиться домоводству. Получается, что Инна до сего времени не знала, как правильно вести хозяйство, ну и решила поучиться. Значит, дальше она рассказывает, что вот надо быстренько сварить кофе и рассказывает о том, что уже у неё там куча дел было. Значит, с мамой она не стала разговаривать по телефону, потому что мама её бесит. Да, ребят, у неё это ещё похлеще, чем у Уралки. Если Уралка пыталась показать, да, что она так маму любит и всё прочее, но это всё искусственно, это прямолинейное. Это маму свою не выносит. Она не то чтобы её, скажем так, не любит, да. Она вообще не хочет с ней общаться. Не, может быть, она и любит, хотя мне кажется, у Судаковой нету внутри вообще любви никому, кроме себя. И с мамой у неё контры уже давным-давно. Дальше она пожаловалась, сказала, что ей никто не подарил на день влюблённых цветы. Говорит, нужно было идти к мэру, чтобы получить цветы. Короче, Инна в своём репертуаре. Такая завышенная самооценка, такая леди её там прям чуть ли не на руках там в Турции носит. Но, наверное, когда она выходит, все разбегаются в разные стороны. Значит, как всегда у неё самолюбование. Кто смотрит её или когда-то смотрел, понимает, что она себя называет ладненькая. Ну, знаете, я ничего не буду говорить относительно внешности. Она-то, по сути, смазливая баба такая, симпатичная. Ну, если бы, конечно, опять же, она думала о себе, то, знаете, была бы красотка. Ну, блин, красотка-то красотка. И что внутри у этой красотки? Значит, похвалилась тем, что вчера, говорит, я не пила. И сейчас я трезвую. И сегодня пить не буду, представляете? Это она похвалилась, что не пила. Хотя, знаете, я вот когда смотрю её видеоролики, и вот предыдущие смотрела, мне всё время кажется, видеоролики, которые даже некоторые с утра она снимает, мне всё равно кажется, что она где-то всё равно под мухой. Хотя, когда уже под конкретной такой мухой, то это всё заметно. Но постоянно себя показывает такой счастливой. Прямо вся из себя порхает. Такая счастливая. Она же дама у нас. Она же живёт в Турции. Показала холодильник, что вот рыба закончилась, но тут у неё ещё всё и есть. То есть завидуйте, молча завидуйте. Инна живёт в Турции. Всё у неё есть. Поесть у неё тоже там есть. Баранина. И два дня не пила. А дальше, ребят, я просто угорала с неё, сколько умных слов она прочитала. И я вот, когда она читала, да, всё это улавливала и думаю, неужели она сама понимает, что читает. По сути, мне кажется, она ничего не поняла, что она там читала. Но главное, она сказала, что богатство – это состояние души. А она у нас безмерно богатая и счастливая женщина. Ребят, понимаете, вот я не умею так вот рассказать именно про Судакову. Иногда, конечно, меня распирает от каких-то её прям этих выходок. Меня прямо аж я не могу, аж прёт. Но вот она считает, что она настолько успешная, что ей никто в подмётке не годится. Особенно, когда она там рассказывает, что её там любят, да. Но, кстати, в ТикТоке есть такие моменты про неё. Ну, там кто-то создал, да, и нарезки делает. Это не её ТикТок. И там можно вообще лопнуть, как она говорит, что. Что-то она сказала, что секс – это для бедных. Главное – пожрать, ребят. Это ужас. Я, конечно, такие темы не затрагиваю и не рассуждаю на такие темы. Но это вот её были слова, и это жесть, понимаете. Для неё вообще никто и ничего не надо, да. Для неё главное, чтобы был бокал вина, ну, или баночка пива и пожрать. Что-то это мне напоминает. Только, ну, там тоже бокальчик шампанского не прочь. И мы же не видим за кадром ничего, правда, у уралочки. Может, они подруги, а? Только это почему-то такая одинокая. А уралке повезло как-то круто с сарафаном. Такого мужика оттяпало, такого мужика на столько лет моложе. И, блин, не уходит же от неё. Не уходит и не уйдёт, пока не дождётся машину и двухкомнатную квартиру, чтобы было больше места для детей. И каждый её ролик с утра, это постоянно на балконе и кофе. И всякую ерунду через слово мат, постоянное прихваливание себя, какая она красивая, какая она успешная, и как ей там дарят цветы. Хотя почему-то на 14-е никто не подарил. И как в комментариях пишут, что Инка, «Никто тебя не любит, кому тебе дарить цветы». Короче, ребят, зайти на канал Судаковой можно не смотреть видеоролики, а просто почитать комментарии, и можно угорать. Ну, знаете, может быть, кто-то вообще не любит эту дамочку и терпеть не может. И для кого-то вообще обзоры ни о чём, ни почём. Но я помню, раньше ещё, когда я перестала её опозревать, меня спрашивали, «Оль, что ты больше не говоришь о Судаковой?» В общем, ребят, заканчиваю. Пишите, что думаете по этому поводу. Вообще, пишите, кто её смотрит, чтобы я знала, много вас или нет. Жду ваших комментариев, вашего мнения. Всем, как всегда, прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Я вас обнимаю. Всем пока.